Да, добрый день. Первый день. Я сейчас... Свет сейчас дам. Свет. Я тоже попытаюсь отлететь тебя, а то у меня тут... Игорь Детиканович, Светлана дал. Я просил Светлану поговорить, так она и не сказала. Так, подожди-ка. Игорь Детиканович, здравствуйте. Дима беспокоит Сорокин. Игорь Детиканович, Дима Сорокин беспокоит вас. Дима Сорокин беспокоит. Дима Сорокин, Дима Сорокин. А где ты? С Новосибирска. Ну говори. Игорь Детиканович, я хочу к вам в субботу приехать. Я там с батюшкой уже загорелся насчет причастия. Хорошо. Сейчас вас как раз поведают. Ну хорошо. А с кем ты приедешь-то? Я один приеду. Молитесь обо мне. Хорошо. С Богом. Все. Все с Богом. Так. Так. Так вот, у меня всю услугу удлину. Очень. Потому что она осознает греховность своего действия. Что она осознает то, что она обморвывает Господа. И я больше ничего не стал говорить, потому что я не знаю, у меня нет слов. Да я материал-то я скинул десятине. Все. Так. А мне-то как быть? А я тебя скину и сейчас сразу. Нет. Я о десятине уже и сам ознакомлю, и ее много раз ознакомлю. Для меня вообще, лично я отношусь это как дар Божий. Так это не мои же слова-то. Мы считаем об этом Малахи и третья глава. Господь говорит, проклинаю вас всех, что вы меня обкрадываете. Люди не могут понять, что десятина нам не принадлежит. Бог ее положил, чтобы мы своей рукой научились отдавать. Вы меня обкрадываете. Он не говорит, что жадные не отдали. А Наня, сапиры никого не обкрадывали и все равно умерли. Так она это и осознает. Мне-то как с ней себя вести? Она это осознает и просто молчит. Ну как? Так ты делай, как положено. А она не слушается, она по кратии лезет. Она еще не знает, какую молотилку Бог устроит ей. Она что думает-то? Мне-то это... Не надо об этом говорить. За мной не... Вот сейчас батюшка приехал. Я ему за год вперед со своей мизерной пенсии сразу заплатил за год вперед. Ну и маленько побольше, чтобы... Если добавят, так... Ну сейчас-то у меня никакой прибыли-то нету. Раньше-то я работал, и поэтому мне легко было. А сейчас я ниоткуда ни рубля. И все. И у меня еще вот такой вопрос. Сейчас вот... Со старшим... Он... Тут вот видите как... Есть от этих событий, которые происходят и благо... Он у нас... Николай зовут его старшего. Он не выпивает, не курит. Ну то есть не увлечен этим. Вот так бывает, с друзьями соберутся. И вот он напуган этой демобилизацией. Ой, мобилизацией. Он об этом прям переживает. И я, говоря с ним... Говорил ему всегда, что самое страшное... Убить это будешь... Не могу. Это страшно. И тут вот как Господь делает. Он в маршрутке видел молодого человека, который приехал оттуда, и он говорит, он неуменяемый. Он неуменяемый, потому что он рассказывает, как он видел вот эти горы трупов. Как то, как то. Я говорю, ты видишь, что стало с человеком? Он да. То есть у нас... Он говорит, ну да, я если что, я выберу тюрьму. Потому что я говорю, ты с этим жить не сможешь. Убьешь и жить не сможешь, и умрешь тоже, и не спасешься. И вот сейчас задумываемся о каком-то куда-то бегстве. Куда, я не знаю. Никуда. Никуда. У нас вот... Которые берут... Они за год раньше подали военкомат. Альтернативная основа. Государство разрешает это. Я скинул, какие надо заявления писать. Ну что, был человек глубоко верующий, рожденный свыше. Там сразу разоблачат. Это вы прячетесь. А который у нас взяли... Он ни клятвы не принимает, ничего. И уже пришла благодарность родителям. Потому что его на кухне поставили. Он там работает и все. Нет, Николай у нас абсолютно неверующий. Но сейчас, слава Господу, он абсолютно хорошо все знает о животных. Нету животного, которого ему показать эзотическое, чтобы он о нем ничего не знал. И вот он в динозаврах. Он погряз, погряз. У него очень глубокие знания о животных юрского периода. И вот я его услышу, что он, как он разбирается. Я вижу, он действительно по интересу. Я его принял к бытию. О создании мира, о подчередности, о том, как Господь творил. Я вижу, в нем интерес проснулся. Слава Богу. И он говорит, ну да, это все совпадает, это все совпадает, это все совпадает. То есть, единственное, что он говорит, эволюцию, эволюция, эволюция. Но тут он тоже сам подумал, что эволюция, если говорить с точки зрения христианства, то это, скорее всего, перемена внешнего вида животных во их благо. Ну, мне это тоже понравилось. То есть, ну, то такое. Вот. Я не знаю, как мне быть с женой. Я чуть ли уже не сбежать от нее надумал. Ну, это не выход. Да как, как, он так неверующий? Это в верующей семье и неверующей. Так вот она, я так и не пойму. Я не думал, что такое может возникнуть. У меня там самого звучалось. Я считал, сколько я чего должен был. И я вот первую... Она говорит о жене сейчас, о жене говорит. А как ему поступить с женой? Спрашивают. Как ему поступить с женой? Ну, как-никак. Как жил, так и живи. Не дает, не дает. Пускай не дает. Не дает. Она даже обкрадывает Бога. Ты ей сказал, все, отступись. За нее не платить. Тебе не надо это делать. Она воровка остается. Ты зачем за ворованную будешь платить? Я когда разобрался, посмотрел, не надо ничего. Не дает и не давай, скажи. Ты ж дело-то имеешь с Богом. Бога обкрадываешь, не меня. Малахи, третья глава, считай. Последняя книга каноническая во Святой Библии. От последнего пророка. Да. Есть стихотворение такое, тут я написал о десятине. Вот, я вас попросил, вы мне вышлите его. Хорошо. Вышлите его. Ну все, я тогда не буду время снимать. Ну все тогда, все. С Богом, давай. А дети, раз избрали такое, все. Они могут не пойти. Два года дадут, отсидел в тюрьме и все. В лагерь отработаешь. Ну вот у меня Николай, он готов. Он говорит, да. Я, говорит, видел этого человека. Николай убивать не хочет. С Андрюшкой, я не знаю, он моложе, пошустрее, где-то в стороне. Я с ним не могу никак уладить. Но он хотя бы признает и хор, и в храм ходил. А Николай у нас как бы абсолютно, абсолютно был он. Я превзошел от обезьяны, то, то. Но сейчас страхом он как-то придвинулся. И Бытие, когда мы с ним читали вдвоем на ортодоксе, он заинтересовался. И он как бы, знаете, я не могу, мне получается, но плохо его притянуть к этому. Потому что он очень хорошо знает античную какую-то культуру. Культуру каких-то мифологических богов. Я говорю, ну что тебе мешает ознакомиться? Даст Богу веруешь, не даст мне веруешь, но ты ознакомься с христианской верой. А то он мне говорит, что я признаю любую религию. Как ты, говорю, можешь ее признать, если ты ни о чем ничего не знаешь? Ты ни о христианстве ничего не знаешь, ни о славе, ты ничего не знаешь. А зачем признаешь? Да ничего не признает. Этот дьявол крутит на одном месте и все. Это одержимость Бесовская. Все отошел. Спасибо. 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 Спасибо.